Две недели остается до предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего движения кандидатами в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». 22 мая любой гражданин нашей страны, достигший выборного возраста, сможет лично выбрать кандидата наиболее достойного стать депутатом. Один из участников праймерис – действующий депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Титов. На прошлой неделе он провел встречу с лобинскими предпринимателями. В совещании также принял участие депутат ЗСК Владимир Михайлов. Он разъяснил присутствующим в зале о целях предварительного голосования. Это мероприятие партийное, проводит его партия «Единая Россия». Но почему мы не проверяем, когда собираем аудиторию, партийную принадлежность и то, о чем думает каждый человек, который здесь присутствует. Потому что, в принципе, решение такое, что кандидат будущий, в том числе и от партии «Единая Россия», мы хотели бы, чтобы представлял интересы всего населения. Ну, всего, может быть, не получится, но хотя бы большей части. И самое главное, самое главное, вот в предварительном голосовании, в предвыборной кампании, чтобы почувствовать, что беспокоит население, какие вопросы являются очень важными, и на какие необходимо обратить особое внимание будущей деятельности тому или иному кандидату на должность, не на должность, скажем так, а кандидату, которого мы будем выдвигать на выборы в Государственную Думу. После того, как россияне сделают свой выбор, «Единая Россия» утвердит этих людей в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, и они примут участие в выборах 18 сентября этого года. За голоса избирателей нашего округа будут бороться пять кандидатов, один из них – Николай Титов. На встрече с избирателями он рассказывает не только о себе. Говорит о том, как видит работу депутата Государственной Думы, советуется с электоратом, выясняет, какие проблемы волнуют население, раздумывает над тем, как можно их решить. Сегодня правильный президент принял и партия «Единая Россия» о том, что 225 депутатов, то есть 50% Государственной Думы будут избираться непосредственно населением, то есть вами, вашими коллективами, вашими семьями. Я считаю, что это правильно, это приблизит депутатский корпус ближе к реальной жизни и принятие тех законов, которые должны работать прежде всего на население, на общество. А законов таких, которых принимали, это в принципе-то много. Сегодня требует доработка закона о материнском капитале. Он расширяется, но сегодня люди много задают вопросов, дальнейшее расширение сферы его применения. Собравшихся в зале интересовало, как можно решить проблему коррупции в сфере здравоохранения, в образовании, вопроса открытости власти, общественного обсуждения социально значимых нормативно-правовых актов и другие.